Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Мы должны признаться, что всё это время, пока мы хулили Белый дом Байдена в течение последних двух лет, мы пугающе мало знали о том, а что там внутри творится. Кто именно работает на Джо Байдена? Чем они целыми днями занимаются? На какой ступени по смене пола они находятся? Это всё правильные вопросы, так что сегодня, пытаясь на них ответить, мы сделаем первый выпуск образовательного цикла под названием «Кто правит государством?». И в этом выпуске Сэм Бринтон. Сэм Бринтон один из тех, кто руководит страной. Он на высокой должности в Министерстве энергетики. Его задача — надзор за утилизацией ядерных отходов в стране. Бринтон смотрит, чтобы отработанные топливные стержни безопасно хранились, и это важнее, чем вам кажется. Большинство считает, что как только стержень отработан, то можно о нём забыть и заняться чем-то ещё, например, выгулить собаку в парке. Но это не так. С отработанными стержнями много возни, и Сэм Бринтон — эксперт в этом. Но не только в этом. Бринтон также не бинарный гендер-флюид, и, возможно, ту-спирит. Это его суперспособности. И именно поэтому Джо Байден нанял его на такую важную работу. Вот ролик с Бринтоном от 2019-го, с которым отдел кадров Белого дома, конечно же, ознакомился. Меня зовут Сэм Бринтон, и я работаю главой адвокатуры и госотношений в проекте Тревора. Я считаю свободу быть прекрасной концепцией. Многие из моих друзей говорят, что иногда я слишком свободен. Я хочу быть собой. Признак свободы в том, что быть собой не порицается, а поощряется. Я гендер-флюид, который ходит по коридорам Конгресса. Говоря о признаках свободы, это стук моих каблучков по мраморному полу и осознание того, что я имею право быть в этой комнате, так же, как и все остальные. Обычно было не так много парней в Министерстве энергетики, чьи каблучки стучали по мраморному полу. Так что изначально вы понимали, что портфолио Сэма Бринтона гораздо шире, чем ядерные отходы. И так и есть. Когда в Белом доме Байдена кризис, Сэм Бринтон — это мужчина-женщина, к которому они идут. 16 сентября в Белом доме был кризис. Рон де Сантис отправил группу нелегалов на идиллический остров в Массачусетсе, Виньард-Марте. И проблема администрации Байдена была весьма очевидна. Как публично поддерживать открытые границы без неудобств для своих крупных спонсоров, многие из которых отдыхают на Виньарде-Марте и не хотят, чтобы были показаны их пляжи с бразильянками, только окончившими школу. Это проблема. Но у Сэма Бринтона был план. Как у СС во времена войны он разработал сложную диверсионную операцию, направленную на спасение Белого дома от этой катастрофы. Бринтон инкогнито прибыл в аэропорт Сен-Пол, Миннеаполис, и направился к выдаче багажа. И там он обнаружил вражескую ахиллесову пято. Он нашел набитой модной женской одеждой 2000-долларовый чемодан на колесиках без охраны. Необнаруженным Сэм Бринтон вернулся в вашингтонский штаб и добавил ее к своему гардеробу. Операция прошла успешно. Наряд «Шлепни» Сэма Бринтона пошатнул патриархат. Одно дело — стук высоких каблуков, а вот расшитый блестками ТОП ничто не могло его остановить, как и администрацию, на которой он работал. В своей новой одежде Бринтон полетел в Лос-Анджелес, где начал семинар по двум так знакомым ему темам — наука и секс-бандаж. Семинар назывался «Шлепни! От математики до химии». И он должен был объяснить, почему, цитата, «физика — важная часть разврата». Альмаматор Бринтона, MIT, была восхищена. Школа запостила страничку своего столь продвинутого ученика на своем сайте вместе с фото Сэма Бринтона в одежде, по-видимому, взятой из того чемодана, в аэропорту Миннеаполиса. «Сэм Бринтон!» — заявила MIT, который университет. «Спасет мир!» К сожалению, местная полиция смотрела на Сэма Бринтона иначе. Оказалось, что в аэропорту Миннеаполиса были камеры, и на этих камерах видно, как Бринтон снимает идентификатор с чемодана на линии выдачи. Это доказывало, что это была не шутка. Сэм Бринтон украл одежду и белье какой-то дамы и путешествовал по стране, надев ее. Это преступление даже в 2022-м. Так что полиция арестовала Бринтона и обвинила его в краже. Так что в дальнейшем, по-видимому, кому-то другому придется разбираться с отработанными топливными стерпнями. К счастью, у Белого дома уже есть кандидат. Это Дилан Мавенни, звезда ТикТока и советник президента Соединенных Штатов. Министерство по энергетике, встречайте своего нового инженера по ядерным отходам. Это моя первая зима как женщины, и также первая зима, когда у меня есть сиськи. Мне особенно нравится, когда я пахну ванильным кашемиром. В смысле, кто не захочет, чтобы его груди пахли ванильным кашемиром? Простое напоминание, что люди всех гендеров пользуются тампонами, не только женщины. Я забыл, что моя промежность иногда не выглядит как промежности других женщин, типа как у Барби. И мы должны нормализовать, что у женщин иногда бывают набухания. Все люди пользуются тампонами, не только женщины. Говорит Дилан Малвенни. Итак, мы не знаем, объяснял ли Дилан Малвенни все это в подробностях президенту, когда он и Байден недавно встречались в Белом доме. Но мы можем сказать, что Дилан Малвенни называет наукой. Чистый этанол, чтобы слезы из глаз, это научный факт. Типа того, который вы хотите закинуть с утра после бурной ночи, пожалуйста, без добавок. Я употребляю только чистую науку, вытираясь после рукавом. И вот такое каждый день в Белом доме Байдена. Жесткая научная вечеринка нон-стоп. Как мисс Карин Жан-Пьер объяснила жадно внимающей прессе на днях, иногда, вздремнув, Джо Байден встречается со своими людьми от науки. Так он расслабляется с топовыми учеными. Смотрите. Сегодня президент Байден встретился с тремя призерами Нобелевской премии 2022 в США. Доктор Кэролайн Бертози, которая получила премию по химии. Доктор Джон Клаузер, который получил премию по физике. И доктор Дуглас Прайс, который получил премию по экономической науке. Итак, Джо Байден встретился ни с одним, ни с двумя, а с тремя призерами Нобелевской премии. Для ясности, это не та Нобелевская премия. Нобелевская премия — это бренд, это чуть-чуть другое. Как и 12-долларовая сумочка, которую вы купили в Канал-Стрит. Честно говоря, не была от Луи Виттон, но бог с ним. Это нормальная сумочка и цена хорошая. И то же самое с Нобелевской премией. Это не Нобелевская премия, но тоже достойная. Это достойная премия. Поэтому ее так и назвали, спросите, Карин Жан-Пьер. Она в курсе. И теперь вы могли решить, мы не к этому ввели, мы только сообщаем факты, но вы могли решить, основываясь на доказательствах, что многие в руководстве страны при Джо Байдене тупые, глупые и со странностями в личной жизни. И это, конечно, так. Но это еще не все. Многие из них также мигаломаньяки, не понимающие, насколько они глупы и нелепы. И для госслужащих этой категории Камала Харрис всегда будет примером. Живое доказательство того, что раздутое эго и интрижка с Вилли Брауном могут буквально забросить вас на вершину. И фишка здесь выносливости. Каким бы позорищем ты не был, просто продолжай. Вот урок от Камалы. И вот она на Филиппинах на прошлой неделе показывает это. Спасибо и вам. Я так рада вас видеть. Какой теплый прием. Спасибо. Вы и дальше будете танцевать? Да. Покажите мне танец. Покажите мне танец. Пляшите, чернь, пляшите! Танцуйте для меня, покажите мне танец. И это сработало! Это вице-президент Соединенных Штатов, приказывающая черни танцевать для нее. Это всегда срабатывало, например, для Джанет Йеллен. Джанет Йеллен министр финансов у Джо Байдена, но в этом не вся она, и за ней немало есть. Если американская экономика выглядит сейчас несколько сомнительно, если у вас ощущение, что ого, мы можем серьезно обвалиться, то это, в частности, из-за Джанет Йеллен и ее абсолютно безответственного поведения на посту главы Федрезерва. Итак, Джанет Йеллен лично сделала больше, чем любой из живущих американцев для появления в нашей стране галлопирующей инфляции и еще одного пузыря недвижимости, который, по-видимому, скоро лопнет, забрав нашу экономику с собой. И это сделала Джанет Йеллен путем печатания дешевых денег и взамен получая откаты в виде гонораров за выступления от банков с Уолл-стрит. Так и было. И вы можете пойти и проверить, что так и было на самом деле. Но ключевой момент в том, что у Джанет Йеллен нет желания признавать, что было именно так, и как чиновнику Белого дома Байдена ей не придется. Но знаете, что она может? Она может во всем обвинить вас, плебеи! И так она и сделала. Смотрите. Оказалось, что пандемия весьма особым образом повлияла на экономику. Помните, как все перестали тратить на услуги? Сидели у себя по домам больше года. Они хотели покупать гриле и офисную технику, так как работали из дома. Они стали внезапно тратиться на товары. О, они потратились на гриль! Это никак не связано с тем, что я управляла Федом, который контролирует поток денег и таким образом управляет нашей экономикой в самой своей основе. И я напечатала столько денег, что они больше не стоят ничего. И поэтому наша экономика вот-вот обрушится, но, конечно, не из-за этого. Вы купили гриль. Больше так не делайте. Пляши, черт, пляши! Редактор субтитров А.Семкин